Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне нужна помощь психолога из-за натянутых отношений с родными, с кем я живу. Начнём с того, что родители развились, когда отец женился и живёт своей жизнью, но нашей сестрёнке ему наплевать. Мама после развода три раза вышла замуж и сейчас же в нашей квартире живёт с отчимом. Маша сестрёнка отправила жить к бабушке с дядей. В этом доме я чувствую себя лишнее, так как у бабушки очень тяжёлый характер, с ней очень трудно найти общий язык. Часто не каждый день они находят повод, чтобы упрекнуть в том, что мы живём у них. Но меня бабушка сильно давит, говорят, что мы никчёмные, бесполезные и никому не нужные. Всячески я помогаю по дому, кушать готовлю, убираюсь, смотрю за их детьми. Из-за всего происходящего я чувствую, что стала какой-то нервной, плаксивой, потеряла смысл жизни и часто думаю о сейссиде. Так как не вижу другого выхода. Мне кажется, из-за всех этих проблем у меня не складываются отношения с парнями. Первые мои отношения закончились после трёх лет ручьбы, в данное время у меня есть молодой человек, в чьей любви я постоянно сомневался. Моя бабушка всячески утверждает, что он меня бросает, что я надоем и что жениться у него на мне нет никаких планов. Я не знаю, что делать, мне нет желания не учиться ни работать, ничего, порой я даже голода не чувствую. Ну, смотрите, ситуация действительно непростая, вот, и, конечно, вам нужна помощь, вот как вы сами говорите, да, помощь психолога. Вот, и это, в общем-то, ну, вполне закономерно. Только говоря о помощи психолога, да, нужно, ну, понимать, вот, о какой помощи вы говорите. То есть, как эта помощь психолога будет, ну, себя проявлять и реализовывать. Потому что, если вы говорите о психотерапии, да, то это индивидуальная работа с вами. Ну, вот, как бы, в первую очередь. Это именно индивидуальная работа с вами. И, в общем-то, для меня сейчас не совсем понятно. Вы, как бы, к этой индивидуальной работе готовы или нет? То есть, вы, условно говоря, хотите работать индивидуально или нет? Вот, что меня в данном случае, как бы, ну, интересует. По помощи, вы говорите, что вам помощь психолога нужна. И я, как бы, ну, я согласен с тем, что вам она нужна. Но, как вы собираетесь, вот, эту помощь, ну, так скажем, реализовывать? Вот. Потому что, пока что вы просто озвучиваете проблему. Проблема достаточно серьезная. Вы говорите о том, что не знаете, что вам делать. И я в этом, ну, в этом смысле, да, я с вами согласен. То есть, я согласен с тем, что, ну, действительно, как бы, ну, ситуация такая, да, непростая. Но, чего вы хотите, какой помощи вы ждете, как вы видите помощь? Ну, вот, помощь вам здесь, в этой, скажем так, ну, ситуации. Вот. Вот это вот то, что меня в данном случае интересует. Потому что об этом, как бы, вы не говорите, ну, вот, прямо, прямо, ну, прямо сейчас. Вот. Вы говорите, вы говорите немножко о другом. Как бы. Это первое, первое. И второй момент. Точнее, даже не второй, а просто вот, ну, следующий момент. У меня случилось такое ощущение, что у вас есть некоторые, ну, какие-то ожидания от людей. Вот. То есть, у вас есть ожидания, что, вот, люди, ну, вокруг, вокруг, вокруг вас, да, будут, ну, вести себя, там, грубо говоря, определенным образом. Вот. А они себя определенным образом не ведут. Вот. То есть, они ведут себя по-другому. Они ведут себя так, как они хотят. И, в первую очередь, мне кажется, что, а, лишают вас, а, вот, ну, такой, а, силы, да, какой-то, энергии, а, лишают вас именно, а, то, что вы обижаетесь, а, вы обижаетесь на людей. То есть, вы обижаетесь на своих родителей, которые, а, вас, а, бросили тогда, а, у вас есть трудности, как мне кажется, с, а, ну, самооценкой. Вот. То есть, вот, если вы сомневаетесь, как бы, ну, в любви, да, своего, допустим, молодого человека, да, вот, ну, вот вы сомневаетесь в том, в том, там, допустим, что он вас любит. Вот. Если вы сомневаетесь в его любви к вам, то это именно, вот, как раз, проблема самооценки, ну, на мой взгляд. И, соответственно, как мне кажется, работать, ну, нужно именно в этом направлении. То есть, в направлении, а, именно, именно, вот, ну, самооценки. Понимаете, да? В направлении личных границ и в направлении вашего жизненного смысла. То есть, как бы, раз вы обижаетесь, значит, что, вы обвиняете других, э, других людей. Вот. Но, по сути, э, говоря о том, например, что вам, э, ну, допустим, не ради чего жить, да, что у вас, вот, э, там, не хочется ничего делать, вот, вы как-то забываете, там, допустим, ну, про свою сестру, например. Да? То есть, вот, ради кого вам, ну, могло бы, э, ради кого вам, может быть, стоило бы жить. Или, по крайней мере, там, может быть, если и не стоило бы жить прямо вот ради неё, да? Вот. То, по крайней мере, по крайней мере, э, ну, как бы, она от вас зависит. Вот. Как на это вы внимания не обращаетесь. Мне кажется, что, э, вот, ваша, такая ориентированность на других людей, э, является, ну, по сути, вот, такой, э, глобальной, что ли, э, проблемой. Вот. Вот. Когда, ага, вы, как бы, вот, себя, как самостоятельные единицы, да, не видите. И, вероятно, до сих пор, вот, не сепарировались от родителей эмоционально. И, до сих пор, как-то, ну, вот, э, тяготеете, там, к, э, допустим, к родным людям. Вот. Вот. А, родным людям, да, вот, так вот, ну, так получилось, что родные люди ваши, они живут как-то вот, ну, э, в твоей жизни. Это не хорошо и не плохо, э, что они так делают. Это просто факт, что они так делают. И, всё, а вы, как бы, отказываетесь это признать, э, признавать и принимать. Вот. То есть, иными словами, вы, э, вот, в людях, которые вас окружают, окружают, да, не можете, не можете увидеть людей. А, по сути, ну, ведете себя так, как будто вам должны. И, понимаете, дело не в том, что вам кто-то, э, кто-то, э, кто-то, э, что-то, ну, должен или не должен. А дело в том, что, э, вот, то, что вы считаете вам должны, это ваша, э, как бы, собственная позиция. Это ваши, ваши собственные представления о, как бы, ну, о ценностях, например, да. Это ваша собственная позиция, там, грубо говоря, о приоритетах. Это ваша собственная позиция о, э, своих, ну, своих желаниях и так далее. Вот. И все это, все, за все это ответственны вы, в первую очередь, а не люди, которые вас окружают. А вам, как будто бы, обратите внимание, нужно разрешение для того, чтобы вам это следало. Безусловно, безусловно, существуют некоторые негативные тенденции, ну, вот, связанные, связанные с вашими взаимоотношениями. Там, с, э, с дедушкой-бабочкой, э, с мамой-папой, э, с, э, с, э, допустим, э, с вашими родителями и так далее, с парнями. И это все, конечно, нужно корректировать. То есть это, опять же, корректируется, э, в процессе, э, в процессе психотерапии. Э, вот, это не корректируется, э, вот, так вот, что вы, э, прочитали совет и все сразу стало, как бы, ну, э, понятно, да? Э, вот, это корректируется в процессе психотерапии, поэтому, э, вот, и есть, э, пока, э, как бы, сказать, э, дихотомия, на мой взгляд, э, в том, что вы, вроде бы, э, ну, просите помощи психолога, да? Вроде бы, вроде бы, вроде как, вы просите помощи, а в то же время не совсем понятно, э, ну, вот, как же вы эту помощь, э, видится тут на себя, понимаете, да? И вот это, вот, на мой взгляд, является, э, первоочередной, э, задачей, э, определить для себя, э, какой, какой помощи я хочу, да? Вот, определить для себя, э, формы этой помощи, а дальше, просто выбрать и действовать, вот, э, в соответствии, ну, э, в соответствии, именно, вот, с тем, что вы выбрали. Мне кажется, что это, вот, такой, ну, самый, самый, оптимальный, э, вариант, э, для вас, э, ну, как бы, в этой ситуации, э, вот. Другой вопрос заключается в том, да, э, согласны ли вы с этим, э, вот, э, вот, это, э, то, на что, хотел бы я обратить ваше внимание. А, на этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok